Всем привет! С вами Иван Хорев и Кирилл Сухов. Сегодня мы расскажем о немецком тяжёлом истребителе четвёртого уровня BF-110B. Именно с него в игре начинается линейка легендарных самолётов Вилли Мессершмитта. Предыдущая машина ветки — Focke-Wulf 57. Да, о преемственности развития, к сожалению, речи быть не может. Ни один из модулей, изучаемых на 57-м, не пригодится в прокачке первого тяжёлого Мессера. По скорости BF-110B значительно превосходит Focke-ra. Единственный момент — стоковый двигатель не может обеспечить хорошей скороподъёмности, поэтому DB-601N нужно прокачивать в первую очередь. По огневой мощи даже в стоке 110-ка наголову превосходит своего младшего собрата, что уж говорить о топовой комплектации. Кстати, для достижения максимального эффекта рекомендуем прокачать топовое вооружение сразу после исследования двигателей. А вот маневренность у нашего героя средняя. Время виража немного хуже Focke-Wulfа, но, учитывая тактику игры на тяжёлых истребителях, это не критично. Осталось упомянуть лишь турели и подвесное вооружение. Борт стрелка можно прокачивать в последнюю очередь. Бомбы можно не исследовать вообще. Основная задача тяжёлых истребителей — охота на машины противника. И, по-хорошему, времени на уничтожение наземки в бою у нас оставаться не будет. Во всяком случае, не должно. Впрочем, наверняка найдутся умельцы, которые скажут, что они с бомбами тащат. Но мы немного отвлеклись. Тактика игры на первом тяжёлом мессере не сильно изменилась по сравнению с предыдущей машиной. Давайте лучше сравнивать его с одноклассниками четвёртого уровня. Так получилось, что выбор у нас небольшой. Это премиум-самолёт БФ-110С-6 и британский тяжёлый истребитель Плейнхейм-Ф. Основное различие между двумя немцами — это вооружение. На нашей машине в качестве пушечного вооружения установлены две фюзеляжные «двадцатки». А на 110С-6 — одна 30-мм пушка в подвесном контейнере. Она наносит больший урон, но менее комфортна в использовании. Наше вооружение более точное и дольше работает до перегрева, обеспечивая стабильный огневой поток. Во всём остальном 110С-6 похож на нас в предтоповой конфигурации. Отличия от британца более концептуальны. Во-первых, это огневая мощь. Вооружение Блейнхейма — это батарея мелкокалиберных пулемётов. В стоке их пять, а в топовой конфигурации — девять. Таким образом британец проигрывает как в среднем уроне в секунду, так и в оптимальной дистанции ведения огня. Кроме того, Блейнхейм не такой скоростной, как немец. Он уступает нам как в максимальной скорости, так и в скорости пикирования. И оптимальная высота работы у него тоже ниже. Единственное, в чём выигрывает Блейнхейм — это скороподъёмность и время виража. Но хватит таблицы сравнений. Теперь оценим, как наш самолёт ведёт себя в бою. Мы очутились в верхней части списка. Всегда бы так. В первую очередь нужно забираться на верхние эшелоны и сбивать вражеских высотников. Либо работать в пикировании по противникам, занявшим нижние эшелоны. Главное помнить, что наше преимущество — это скорость и огневая мощь. Поэтому основные способы уничтожения — это стрельба на проходах и приём бум-зум. И никакого виражного боя. Забираемся на высоту в 2-3 километра и начинаем выискивать цель. Лучше всего держаться с группой союзных истребителей, чуть выше и позади от неё. Таким образом мы убиваем двух зайцев. Во-первых, отсюда будет проще идти на перехват противника, если он вздумает охотиться за нашими. А во-вторых, если нам сядут на хвост, то зелёные помогут от него избавиться. Кстати, выше 3-х километров подниматься можно, в случае, если вражеские высотники забрались на чуть меньшую высоту. Разобрались со своим первым — отлично! Дальше можно остаться на высоте или начать работу по самолётам противника в нижних эшелонах. БФ-110Б обладает очень высокой скоростью пикирования, что позволяет ему атаковать противника и возвращаться на высоту без особых потерь. Потом, когда основная масса красненьких спустится к земле, можно оставаться на высотах в районе километра. Этого вполне хватит для атаки на вражеские истребители, которые ведут маневренный бой у земли, и штурмовики противника, которые пикируют на наземной цели. Кстати, не забывайте, что эффективная дальность стрельбы 20-мм пушек примерно 500-700 метров, а пулемётов — 300-400 метров. У нашего мистершмитта маневренности для виражного боя явно недостаточно, но зато есть мощное вооружение, поэтому лучше всего сбивать вражеские истребители на проходах и сходящихся курсах. Ни в коем случае не позволяем сесть нам на хвост. Да, у нас есть бортстрелок, но только он всё равно не способен уничтожить противника с большим запасом прочности. Если же истребители всё-таки увязались за вами, от них можно оторваться либо в пике, либо на горизонтали с применением форсажа. Многие самолёты просто не способны угнаться за БФ-110Б. Со штурмовиками и немецкими тяжёлыми машинами того же уровня уже можно сражаться в маневренном бою. И это единственные цели, с которыми можно позволить такую роскошь. А вот с британскими тяжами это делать уже нельзя. Если вы атакуете противника на встречных курсах, следует помнить две вещи. У некоторых истребителей могут быть ракеты, а некоторые штурмовики имеют сравнимое либо превосходящее по мощности вооружение. Поэтому желательно атаковать не прямо в лоб, а под углом к курсу цели, находясь чуть выше и в стороне от противника. Примерно так и выглядит бой на БФ-110Б, когда он попадает в топ. Но что делать, если мы попадаем в нижнюю часть списка? Об этом мы сейчас и расскажем. В такого рода боях есть одна большая проблема. Большинство высотников 5-го и 6-го уровней могут с лёгкостью забраться выше нас. Поэтому забываем о дерзких вылазках в одиночку. Наша основная задача — поддержка союзников. В конце концов, огневая мощь и скорость у нас всё-таки неплохие, даже в таком окружении. Прикрываем своих, добиваем уже повреждённых противников, не ввязываясь в общую свалку. Так мы сможем и выжить, и принести пользу команде. Что можно сказать, подводя итоги? Предыдущий самолёт «Ветки» уже можно считать тяжёлым истребителем, но именно БФ-110Б раскрывает перед нами все прелести этого класса самолётов. Научившись воевать на нём, вы легко добьётесь успехов в воздушных боях. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова